Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с нашей гостьей будем говорить о развитии районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Присоединяйтесь к нам. Людмила Владимировна Лесюк. Заместитель начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облсполкома. В 1978 году окончила Мозерский государственный пединститут имени Крупской. Свою трудовую деятельность начала в этом же году учителем физики и черчения средней школы номер 36 города Гомеля. В 1979 году на протяжении 12 лет работала в комсомольских и партийных организациях. В 1989 году окончила Минскую высшую партийную школу. В 2003 Академия управления при президенте Республики Беларусь. В органах исполнительной власти Людмила Лесюк с октября 1991 года. Работала заведующая сектором по делам молодежи отдела координации социально-культурной сферы, заместителем председателя комитета по делам молодежи. На нынешней должности отстаивает интересы области, являясь членом конкурсной комиссии Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, а также Республиканских координационных советов по проектам международной технической помощи. За многолетний добросовестный труд Людмила Владимировна награждена грамотами Гомельского облсполкома, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС при МЧС, Национального собрания Республики Беларусь, медалями Союза ветеранов Чернобыля и Республики Казахстан, Союза Чернобыля Российской Федерации, Росатома. На вопросы, которые касаются развития пострадавших территорий, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Здравствуйте. Людмила Владимировна, скажите, пожалуйста, чем сегодня жизнь на пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС территориях, в этих районах, отличается от жизни в тех районах, которые авария обошла стороной и ее последствия? Ну, мы все прекрасно знаем и в интернете, и по телевидению говорится о том, что, конечно, больше всего пострадала Гомельская область во всей Республике Беларусь. И та часть территории Гомельской области, которая пострадала, она сравнима со всей пострадавшей территорией Украины и 80% Российской Федерации, если говорить о наших славянских народах. Поэтому, конечно, проблемы были, когда в 1986 году более 120 тысяч наших семей было переселено на чистые территории, когда огромное количество и учреждений образования, и здравоохранения, и объектов соцкульпыта в Гомельской области, более 366, если говорить про учреждения здравоохранения, было закрыто на этих территориях. Когда 356 населенных пунктов были отселены, а 60 просто были, как говорится, сравняли с лицом, с землей, то это, конечно, для Гомельской области очень было сложно, и все это нужно было восстановить. И, естественно, государственная программа и то внимание, которое наше государство и президент нашей страны уделяют чернобыльским территориям, вот в преддверии нашей даже 31-й годовщины, которая приближается, к сожалению, все внимание направлено сейчас уже на социально-экономическое развитие этих территорий. И все средства, чернобыльские средства, естественно, направляются и на газификацию, и на благоустройство этих территорий, и на асфальтирование, и на строительство жилья. Для того, чтобы, скажем так, люди, которые проживали на этих территориях, они, конечно, чтобы они не ощущали никакой разницы по сравнению с теми территориями, на которых, значит, нет радиации. Хотя, в принципе, если говорить о Гомельской области, из 21 района наиболее пострадавшими являются 13. А если по всей республике взять, это 5 районов Могилевской области, 13 в Гомельской области и 3 в Брестской области. То есть, получается, опять же, Гомельская область наиболее пострадала от чернобыльской катастрофы. Ну, основная цель всех проводимых мероприятий, как вы сказали, это чтобы люди не чувствовали этой разницы, да, живут они в пострадавшем районе или в районе чистом. И, на ваш взгляд, насколько сегодня удалось нам приблизиться к этому? Ну, если говорить, значит, о том, каким образом изменилась ситуация, то если в 1986 году, если взять 1986 год, то 28 тысяч квадратных километров земли было загрязнено. На сегодняшний день у нас число это уменьшилось, 17,4 тысяч квадратных километров. То есть, у нас, скажем так, меняется ситуация радиоактивная на этих территориях. Если говорить о числе, значит, жителей, проживающих на этих территориях, то у нас на 1986 год было миллион 600, немножечко там чуть-чуть, где-то миллион 600. То на сегодняшний день у нас меньше миллиона, 890 тысяч человек проживает на радиоактивных территориях. И, конечно, на сегодняшний день, благодаря тому, что у нас идет уже шестая чернобыльская программа, которая реализуется с 2016 года на этих территориях, естественно, ситуация на этих территориях меняется. И, естественно, финансовые средства, которые вкладываются, не считая, конечно, чернобыльских, у нас еще и областной бюджет, у нас есть и инновационный фонд, и много других. И у нас есть проекты международной технической помощи. Естественно, это все помогает для развития этих территорий. Но если раньше мы говорили о том, что первые десятилетия мы людей переселяли, потом мы, значит, возрождали эти территории, то сейчас мы говорим уже даже не о возрождении, а о социально-экономическом развитии этих территорий. Сегодня мы сможем очень многое увидеть своими глазами, потому что у нас есть сюжет из района, который считается пострадавшим одним из наиболее пострадавших. Но, конечно же, мы ждем сегодня звонков от наших телезрителей. Подключайтесь, пожалуйста, очень важно ваше мнение. Мы так привыкли к этому словосочетанию пострадавшей территории, что, наверное, уже мало задумываемся над тем, что за этими словами стоит. Сегодня как последствия аварии чернобыльской влияют на нашу жизнь? Что, в общем-то, осталось? Ну, если говорить о таком понятии, как пострадавший человек или человек, пострадавший от аварии, вначале у нас было такое понятие, как радиофобия. Точно так же, как к нам приезжали японские делегации, значит, для них было очень интересно, каким образом мы все-таки преодолели так называемую радиофобию, которая была первые годы. Кстати, в Республике Беларусь, в том числе и среди жителей Гомельской области, это понятие тоже было радиофобией. Люди очень боялись радиации, люди переселялись, люди самостоятельно уезжали с этих территорий. Многие просто не хотели на этих территориях жить или на чистой территории, там, Витебскую область, Минску переезжали. Действительно было такое состояние на этих территориях. Сейчас я вам хочу сказать, опять же, вот лично моя точка зрения, я все-таки считаю, благодаря усилиям государства, благодаря тому, что все-таки средства массовой информации, люди, которые проживают на этих территориях, люди, которые работают с этой тематикой, благодаря выступлениям в средствах массовой информации, люди сейчас, проживая на этих территориях, они просто перестали, вот это понятие радиофобия, оно ушло. Да, понятие пострадавшего осталось, почему? Потому что, хотим мы или нет, к сожалению, период полураспада, значит, Цезия 137-го, да, 30 лет, но это же полураспад, а у нас выпала вся таблица Менделеева, а тот же Стронций и ряд других элементов, которые выпало на территории заповедника, и рядом с заповедником есть же территория, которая прилегает к заповеднику. Поэтому, конечно, о том, что просто 30 лет прошло, и у нас уже нет радиации, мы не можем об этом говорить. Если мы будем говорить об этом, то мы забудем о тех дарах леса, которые, к сожалению, лес у нас, вот даже просто любой человек, даже не нужна Людмила Владимировна, не нужны телевидения. Сейчас у нас век интернета, открываем сайт нашего лесного объединения, смотрим, и там четко написано с цифрами, как говорится, с выкладками в течение последних лет, где какие пробы берутся, какие у нас грибы, какие у нас ягоды и так далее. Поэтому это первое. Второе. Если мы, допустим, хотим посмотреть, какие у нас пробы, это открытая информация и для жителей наших территорий, и для жителей, которые проживают на всей территории Республики Беларусь, и для иностранных, которые приезжают, пожалуйста, могут тоже посмотреть. Конечно, у нас раньше были случаи там загрязненного молока, получения грязного молока в частном секторе, в общественном у нас почти уже этого вообще нет. Сейчас нам бывают единичные случаи, раньше это было больше случаев, сейчас меньше случаев, но это благодаря тому, что проводится политика государства, есть чернобыльская программа, есть люди, которые работают, есть департамент в Минске по преодолению последствий катастрофы, есть на территории области управления, есть службы, которые этим занимаются, есть люди, которые, скажем так, годами этим занимаются. Поэтому те же защитные меры в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе, они будут переставаться. Да, то есть те результаты, которые у нас сегодня есть, это не потому, что радиация куда-то исчезла, да? Часто вот такое мнение звучит, что, ну, радиация-то никуда не исчезла, она же есть. Почему вы говорите, что вот так все у нас сегодня хорошо и продукция чистая? Но мы к этой теме еще вернемся. Людмила Владимировна, есть телефонный звонок на линии, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем, пожалуйста, задавайте ваш вопрос, вы уже в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Людмила Владимировна, у меня к вам вопрос. Я ликвидатор чернобыльской катастрофы. Статья 20-я. В настоящее время я работаю. И в этом году я обратился за помощью, там по закону, согласно закону, должна быть одна минимальная, 20 рублей. И плюс две недели отпуска за свой счет. Мне сказали, чернобыльской катастрофы не было, закон отменен. Что вы можете сказать? Ну, я хочу сказать, к сожалению, я не знаю, что за организация, почему так ответили. Не подскажете нам? Вы еще на линии? Да. Подскажите нам, пожалуйста, что за организация? Какая организация? Чтобы меня уволили. Ну, это неправильно, я вам хочу сказать. Оставьте, пожалуйста, данные редактору на телефоне. Нет, ну это неправильно. Во-первых, закон о социальной защите граждан остался. Во-вторых, по 19-й, по 20-й статье у нас небольшие льготы, но они остались для ликвидаторов. И поэтому, конечно, когда возникают такие вопросы, я думаю, что просто вот этому молодому человеку, который звонил, просто нужно взять... У нас же есть закон о социальной защите, у нас даже просто в интернете можно найти, значит, 19-ю, по-моему, или он сказал 20-ю у него статья. 25-я? Нет, 20-я, по-моему, он сказал. Он ликвидатор у нас 19-я, 20-я, значит, ликвидаторы по 19-й, по 20-й статье. Нужно просто взять выписку из закона о социальной защите, или пусть он придет к нам в управление. В 125-й или 127-й кабинет. Ребята возьмут, просто ему отскерокопят, значит, льготы по 19-й или по 20-й статье, значит, какие есть у ликвидаторов. И пусть он с этой выпиской подойдет к своему руководству. Ну, действительно, чтобы не разникало других вопросов. Да, тут вопросы, наверное, о понимании. Можно проинтерпретировать, да, как и обращение неправильно, так и ответ. Можно воспринять по-другому. Скажите, пожалуйста, вот помимо комплекса жертвы, еще у жителей пострадавших районов часто говорили о том, что склонны они к иждивенчеству. Потому что очень многое досталось, ну, бесплатно для людей, но, конечно же, очень дорого обошлось государству. Как вы считаете, вот в этом плане, насколько сегодня и эту проблему удалось преодолеть? Ну, насчет комплекса иждивенчества, я считаю, что все-таки, вот это моя, конечно, точка зрения, это все-таки человеческий подход и индивидуальный фактор здесь действует. Конечно, есть люди, которым нужны, скажем, определенные льготы. То есть, если нет льгот, значит, государство не помогает. Если, значит, есть возможность, ну, скажем так, поехать, вот как раньше наши дети сейчас ездят, но намного меньше, я поехал за границу. Это не важно, что он поехал на чистой территории. Вот почему не привез какие-то подарки. Да, но я считаю, что это индивидуально, просто у каждого человека есть какой-то подход к тому или иному вопросу. Если говорить о нашей республике, о наших людях, которые проживают на этих территориях, это просто замечательные люди. И, значит, вот эти мелкие индивидуальные моменты, про которые мы с Валей говорили, они были в самом начале, но я считаю, что они полностью у нас в нашем обществе искоренены. Потому что люди, которые проживают на этих территориях, они прекрасно понимают, как они живут. Они сами сделали свой выбор, и многие, очень многие понимают, что для них делает государство, как их защищает государство. Очень многие, так сказать, имеют жилье, которое построено по черновойской тематике, особенно молодые специалисты. Очень многие имеют работу, благодаря тому, что у нас есть возможность какие-то определенные вливания делать в эти чернобыльские территории. И, значит, естественно, создаются новые рабочие места. И поэтому люди очень прекрасно это все понимают. Поэтому мне считается, этот момент уже как бы и жить на наших территориях, его нет. Спасибо большое за ваше мнение, Людмила Владимировна. Мы поинтересовались накануне у жителей разных территорий, насколько комфортно они себя чувствуют. Давайте посмотрим. Ну, нормально, что в голову все брать, все хорошо. Не могу даже сказать, то, что здоровье сдает крепко, то сдает. И не только у меня, у нас старых и у детей наших, внуков, тем более. Здоровых нету. Это редкость, кто здоровый. Вы считаете, то есть, посредство Чернобыля? Да. Считаем так. Ну, откуда эти все болезни нападают? Я себя чувствую отлично здесь. Все у меня хорошо. Не знаю насчет, как приезжие тут себя чувствуют, но лично для меня я ничего не ощущаю на себе. То есть, чувствую себя замечательно и здоровье тоже отлично. Я дома всегда чувствую себя комфортно. Я очень часто езжу по роду своей жизни. И когда я приезжаю домой, мне уютно, комфортно, тепло. И я очень рада, что у меня есть родина Беларусь. И я ни на что ее никогда не променяю. Проблема со здоровьем, конечно, есть. Но, как бы, кто его знает, с чем это связано, с радиацией или нет. Но если так посмотреть, то людей больных много, думаю, да, конечно, это все-таки как-то повлияло. Причем, наверное, даже не как-то сильно, потому что люди болеют много. И делать с этим что-то надо. Нормально как. Везде, во всей Беларусь. Хотя говорят, что грязно, не грязно. Но стараемся есть чистые продукты, питаться по здоровью. И все нормально, поддерживаем здоровье свое. И как бы хорошо, никаких нет вопросов по здоровью. Нанимаемся спортом. Как бы так все хорошо. Я сам вообще приехал из Узбекистана. Где-то лет 10 назад. Да ничего, так нормально. Я не ощущаю никаких, никакого дискомфорта. Я живу как норма, никаких этих проблем не ощущаю, не знаю. Не со здоровьем, ничего. Психологически чувствуем мы себя неплохо. Вот именно я и моя семья. Но периодически мы все-таки проверяем все пищевые продукты. Те, которые сами выращиваем, и те, которые из леса. Хотя запрещено, конечно, в Гомельской области собирать дары леса. Но мы же белорусы привыкли к ягодам, грибам. Поэтому полностью все проверяем. Ну и так, чувствуем себя немного. Нормально, стабильно. Как-то все вроде как прошло. И мы не вспоминаем, что мы же чернобыльцы. Раньше нас как-то не сильно, если приедешь в столицу, там считали, что хойники – это самая последняя точка. А сейчас нормально. Мы, если бы она летала, вот как колорадский жук, мы бы знали, что это радиация. А так не видно, и спокойно люди живут. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о развитии районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Готовы принять и выслушать нашего телезрителя, который к нам дозвонился в прямой эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, озвучивайте ваш вопрос. Алло. Людмила Владимировна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. В Комске Леонид Васильевич беспокоит вас. Леонид Васильевич, пожалуйста, не слушайте себя по телевизору. Говорите, не прерывайтесь. У меня такой вопрос. У нас наследственное дело. Родители жили в Чучерском районе. Сдали дом Чучерск, Роковский сельский совет. Компенсацию они не получили до сегодняшнего времени. И документы не передали к нотариусу, что связано с задержкой, выдачей свидетельства о наследстве. 8 числа апреля полуторно обратились с обращением Чучерский райисполком и комиссию о чрезвычайной ситуации. Ответа пока не получили. Как нам быть в данной ситуации? Спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Нужно ли что-то уточнить? Нет. Но дело в том, что Леонид Васильевич. Ну, Ровкович, это понятно. В свое время Ровковичи были в зоне свыше 15 кюри. Поэтому это, естественно, люди, которые там проживали. Именно если у них был дом, и он человек являлся собственником этого дома, издавал государству, и там нет никаких проволочек. Леонид Васильевич, ну, мне сложно сказать. Надо, конечно, посмотреть документы, что за вопросы. Во-первых, он говорит, что 8 апреля они обратились в комиссию. Но сегодня у нас какое число? 14. 14. Ну, то есть, как бы, еще есть время. Может быть, там какие-то возникли вопросы, может быть, они смотрят. Поэтому это же не говорит о том, что вам отказали. Вы же 8 числа только обратились. Я единственное, что могу ему порекомендовать, значит, если у вас какие-то возникли сомнения, может быть, там, ну, во-первых, еще же ответа нет 8 апреля. Значит, что Щечевский сполком там вам ответит? Если у вас возникнут какие-то вопросы, значит, или вы с чем-то будете с решениями сполкома не согласны, у вас же есть высостоящий, значит, орган, это Гомельский обосполком. В частности, наше управление. Вы в любое время, кстати, я вам хочу сказать, у нас хоть и есть определенные приемные дни, но мы в любое время любого человека принимаем с 8 утра до 6 вечера. Пожалуйста, приезжайте к нам, значит, возьмите свои документы, к любому нашему специалисту, к начальнику управления камней, к специалисту. У нас небольшое управление, так получилось, что у нас остался ограниченный круг людей, но люди долгое время работают, поэтому специалисты у нас знают все эти вопросы. Мы с удовольствием посмотрим ваши документы. Если вам не понравится ответ из полкома, мы будем разбираться и смотреть, что там за ситуация у вас. Пожалуйста, я с удовольствием помогу. Спасибо большое. Людмила Владимировна, давайте продолжим. Мы слышали мнения, разные мнения, насколько комфортно себя люди чувствуют, есть ли у них какие-то страхи и опасения, связанные с их местом проживания. Как вы думаете, почему жители более благополучного Гомеля в этом плане как-то настроены менее оптимистично? Это случайно или действительно такая тенденция есть? Нет, ну я еще другое заметила немножечко. Я заметила то, что молодые люди чаще говорили о том, что все прекрасно, все замечательно, и у них ничего не болит. А люди уже немножечко более пожилого, пожилое поколение, говорили о том, что есть определенные там вопросы со здоровьем и так далее. Точно так же, как очень часто люди говорят, что определенные онкологические заболевания как бы связаны с радиацией. Так вот, значит, к сожалению, конечно, когда человек стареет, с годами он приобретает какие-то болезни. Это первая ситуация. И на сегодняшний день у нас в Республике Беларусь, и не только Республика Беларусь, но мировым сообществом принято о том, что у людей, которые проживают на чернобыльских территориях, связывается с Чернобылем только рак щитовидной железы, тот, которого не было до 1986 года. Ну и определенные там локализации есть определенных болезней, которые связываются у ликвидаторов, кто был ликвидатором по 19-20 статье, или те люди, которые проживали на территориях свыше 15 кюре, или отселены были с этих территорий. Вот, это первое. Ну а второе, вот то, что это, конечно, то, что связано со здоровьем. А то, что связано, вот почему у жителей Гомеля и Хойник по-другому отвечают, мне кажется, все-таки, ну, скажем так, это зависит даже не от того, что жители Гомеля, потому что, во-первых, Хойник, это была зона свыше 15, 5-15. Сами Хойники, они никогда были зоной свыше 15 кюре, они были 5-15, это зона справа на отселение. Но весь район очень пострадавший, вот даже там Стреличево, значит, буквально несколько километров от Хойник, но это была зона свыше 15 кюре. То город Гомель – это зона 1,5. Ну, есть такие градации, несколько есть по закону социальной защиты, кому интересно, могут посмотреть в интернете этот закон. Вот, и город Гомель всегда был зоной 1,5 и остался на сегодняшний день пока еще зоной 1,5. Но, может быть, это, наверное, еще сказывается, знаете, почему? Просто люди, которые живут в Гомеле, они, может быть, чаще смотрят там, ну, как бы, значит, бывают на каких-то мероприятиях, значит, может быть, чаще где-то… Требования выше, да? Наверное, да. Уровень притязаний выше. Да. Людмила Витальевна, ну, вообще, насколько сегодня уделяется внимание самой программой чернобыльской такому вопросу, как проведение диспансеризации, медицинское обследование жителей вот на пострадавших территориях. Да, на сегодняшний день, значит, у нас есть целый, значит, блок направления, в том числе именно медицинское. Значит, если говорить про диспансеризацию, то более миллиона человек у нас стоит на диспансерном учете. Это есть только несколько групп, тоже градации, там первая группа, вторая, третья, четвертая. И все, значит, люди стоят на диспансерном учете. И, конечно, с государственной программой, если говорить только, допустим, даже вот брать 2016 год, 72 тысячи динамерных рублей было направлено на диспансеризацию населения. И, конечно, каждый человек проходит диспансеризацию. И даже если, допустим, человек ее не прошел, то врач делает отметку в карточке, что человек, допустим, отказался от диспансеризации населения. Кроме всего прочего, мы закупаем медицинское оборудование именно по линии, по нашей чернобыльской программе. Если, допустим, говорить о медицинском оборудовании, тоже очень приличная сумма выделяется. В 2016 году, если говорить о денаминированных рублях, то это около 500 тысяч денаминированных рублей приобретено 16 единиц медицинского оборудования для чернобыльских территорий. То в этом же году, в 2017 году, ну, будет приобретено, выделилось в полтора, в три раза больше, это 1500 денаминированных рублей на приобретение 25 единиц медицинского оборудования. В том числе... Это в разные районы, да? Ветковский, Хойницкий, значит, и все остальные наши чернобыльские районы. То есть вот такое внимание очень довольно-таки огромное уделяется именно медицинскому направлению. Людмила Владимировна, предлагаю нам с вами ненадолго прерваться, посмотреть сюжет. Наши корреспонденты посетили Хойницкий район, поинтересовались, как там идут сегодня дела. Это не мемориал, скорее скромный памятник. Расположенный между старыми и новыми Хойниками среди местных жителей такой раздел исторической части и новостроек приняты сегодня. Впрочем, чернобыльская катастрофа, наверное, не то событие, которому нужно посвящать целые комплексы. Гнезденка, Грида, Тульговичи, Дроньки, Лисок, Кожужки. 25 деревень из 30-километровой зоны прекратили свое существование еще в 90-х. Потом к ним прибавились около двух десятков населенных пунктов и зоны с обязательным отселением. До аварии на ЧС в Хойницком районе проживало около 46 тысяч человек. Сейчас менее 20. Впрочем, если не брать во внимание памятник отселенным деревням, сегодня Хойники внешне ничем не отличаются от других районных центров Беларуси. Чистые улицы, здание райисполкома и нескольких банков, домокультуры, ЗАГС, магазины. На протяжении последних трех лет уровень рождаемости в районе превышает уровень смертности. А в прошлом году по этому показателю район вообще был среди лидеров в Гомельской области. Построенный на еще недавнем пустыре новый микрорайон с преимущественно молодыми жителями уже никого не удивляет. Карина Курбаленко – молодой специалист, воспитатель местного дошкольного центра развития ребенка. Вместе с мужем Алексеем и четырехлетним сыном Денисом новую квартиру получила в конце прошлого года. Вместе с коммунальными услугами и интернетом плата за трехкомнатную арендную квартиру составляет около 80 рублей. Для молодой семьи это не очень дорого. В процессе моей учебы я уже знала, что молодые специалисты, прибывшие по распределению в районы пострадавшие от Чернобыльской атомной электростанции, имеют право получить жилье. И когда при встрече с руководством отдела образования и представителями районного исполкома молодым специалистам было предложено подать документы для получения жилья. И нам очень повезло. Мы стали счастливчиками, потому что в скором времени уже построился дом новый и мы получили в нем квартиру. Кстати, три комнаты семья Курбаленко роскошью не считает. При наличии стабильной работы и благоустроенного жилья Карина и Алексей не исключают и увеличение количества членов семьи. И уж во всяком случае переезжать в другой город явно не планируют. Кстати, этот дом со значительным опережением графика построили в том числе и специалисты Хоникского завода железобетонных изделий из конструкций, изготовленных на этом же предприятии. Сегодня здесь завершается модернизация производства, что уже позволило заводу стать в регионе одним из лидеров в сфере крупнопанельного домостроения. При этом на предприятии решили не ограничиваться только выпуском непосредственно панелей. Сегодня с завода уходят блоки со встроенными окнами и дверьми, что позволяет ускорить строительство жилья. Кроме того, на ЖБИ создали несколько монтажных бригад, которые работают на объектах, что в свою очередь помогает не только занять людей, но и получать стабильную прибыль. Тем более, что в результате модернизации возможности завода значительно расширились. Продукция идет и по Республике Беларусь, и в Российскую Федерацию. В Российской Федерации это город Калуга, а в Беларуси это город Мозырь и город Минск. Планируется еще и город Гомель. В основном все объемы идут с Мозырского ДСК. То есть сама линия сделана для Мозырского ДСК, хотя на этой линии можно выполнять любую продукцию. Единственное, будет просто дополнительная оснастку, надо приобретать и все. По постчернобыльской истории Стреличевской средней школы можно изучать историю населенных пунктов, оказавшихся на загрязненной территории. В связи с отселением деревни в 1991 году здание закрыли, а оставшихся школьников возят на учебу в Хойнике. Однако после того, как местные жители стали возвращаться на родину, учреждения решили открыть вновь. Правда, для этого в здании, почти 13 лет простоявшим без окон и дверей, пришлось сделать капитальный ремонт. Сегодня учащиеся Стреличевской средней школы – постоянные участники и призеры районных и областных олимпиад. А сама школа стала местом проведения семинаров для работников системы образования. В этом году местные школьники впервые выехали в Японию, чтобы рассказать сверстникам о жизни на пострадавшей территории. Два 11-ти классника у нас ездили в Японию, у нас дружба. Японская делегация часто навещает Стреличевскую школу. И вот в этом году наши два одноклассника ездили в Японию. Там они проводили презентации, посещали университеты, были на экскурсиях, обменивались опытом. То есть вот как воспитываться, как жить в таких вот условиях на нашей загрязненной земле. Через 12 лет после чернобыльской катастрофы деревня Стреличева одной из первых в районе получила статус агрогородка. Местные жители создали семьи, держат хозяйство и обрабатывают приусадебные участки. Планы по переезду в другие населенные пункты уже не озвучиваются. Другое дело, что на реализацию всех задумок пока не хватает ни сил, ни средств. Деревня Рудаков когда-то была большим населенным пунктом. Сегодня здесь проживает всего 9 семей. Однако знаменитым это место является по другой причине. В 1830 году в имении Рудаков родился Александр Юстиниан Аскерка, организовавший здание в Варшаве белорусского букваря для детей. В 1884-м Елена Аскерка передала усадьбу в качестве приданного помещику Станиславу Ваньковичу. Последний владелец построил здесь дороги, мелиоративные каналы, кирпичные, маслосыродельные и спиртовой заводы. При нем были выкопаны пруды, в которых разводили рыбу. Сегодня от былого великолепия остались частично сохранившийся усадебный дом и сад. Вернуть к жизни историко-культурную ценность пока не получается, но порядок вокруг местной власти стараются поддерживать. Здесь у нас есть в районе БРСМ студенческие отряды, так сказать, поэтому тоже они приезжают и нам здесь тоже наводят, приводят, помогают этот панский дом привозить в порядок. Ну, облагораживаем вокруг этого дома, вырубываем кусты, убираем листву. Решение о возведении единственной на сегодняшний день Хоникской Свято-Покровской церкви было принято сразу после катастрофы на ЧАЭС. Это была действительно всенародная стройка. 26 апреля местные священнослужители проведут панихиду, чтобы, вспомнив всех, продолжать жить дальше, на земле пострадавшей, но не покинутой. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель начальника управления по проблемам ликвидации и последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Людмила Лисюк. И мы принимаем телефонный звонок в нашей студии прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я жительница Гомеля Татьяна Ивановна. Скажите, пожалуйста, года 4 назад нам выдали удостоверение в администрации железнодорожного района и детям, и внукам, и вот и нам всем. Скажите, пожалуйста, какие льготы или что-то вообще, для чего они нам выдали? Они просто лежат, но мы не знаем, как ими пользоваться. Спасибо за звонок. Людмила Владимировна. Я не знаю, какого возраста у вас дети, но очень важно, если есть это удостоверение, и ребенок поступает, допустим, в город Минск или в Витебск, то есть на чистых территориях наших республики, то, во-первых, преимущественно поступление в высшеучебные заведения с этим удостоверением, обязательно предоставление общежития для этих детей, которые поступают на чистых территориях, они с города Гомеля, или, допустим, если они поступают, есть такие вот, ну, курсы, как называется, подготовительные курсы, да, на подготовительные курсы, тоже в том числе общежитие предоставляется этим деткам обязательно. Ну и, естественно, те люди, которые проживают на этих территориях, есть вот это, есть пицца не потому, что оно есть, а, значит, у нас бесплатное оздоровление и питание школьников осталось, вот эти льготы остались для людей, которые проживают на территории, значит, вот в данном случае города Гомеля, зона 1,5. А те люди, которые уже живут на территориях, которые уже выпали, считаются чистыми, они не имеют права ни на бесплатное питание, ни на оздоровление, и вот эти льготы, что я сказала при поступлении в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Вот такие вот льготы. Спасибо большое. Давайте продолжим. Действительно, государством за эти десятилетия была проделана огромная работа. Мы видели, как выглядят Хойники, Хойникский район. Ну, каким бы ни был он прекрасным, людям нужна работа, чтобы оставаться там жить. Скажите, пожалуйста, как сегодня обстоят дела с рабочими местами в этих регионах, и появляются ли новые предприятия? Ну, я хочу сказать, вот мы уже говорили о государственных программах, которые реализуются на территории Республики Беларусь. Так вот, первых четыре программы, как я уже говорила, были направлены на возрождение территории. А две последних программы, в том числе и вот шестая, которая с 2016 года реализуется на территории Республики Беларусь, они направлены на социально-экономическое развитие этих территорий. И если говорить по предыдущей пятилетке, у нас был так называемый раздел в программе создание специально-инновационной проекты. Их было целых 17 за пятилетку, реализованы на территории Гомельской области. В том числе, вы, может быть, слышали, это модернизация Глушковичского щебеночного завода, это модернизация в Хонницком районе, вот мы сейчас смотрели репортаж по Хонникам, значит, завода ЖБИ. Вот, это и, значит, создание, значит, в Хонницком тоже районе, у нас там есть, значит, полесские сыры, такое, значит, предприятие. И одно из направлений тоже было направлены деньги по молочной сыворотке, тоже было именно в Хонницкий район направлено. И, естественно, когда вот происходила модернизация всех этих предприятий, ну, Красный Мазырянин там, значит, пастила сейчас производит, тоже за счет чернобыльских денег. Естественно, когда происходила модернизация всех этих предприятий, естественно, создавались новые рабочие места. Но я хочу сказать, даже вот уже вот в этом году будет закончен у нас очень такой интересный проект, и тоже он идет частично, в том числе и за счет чернобыльской нашей государственной программы. Это в Хальче, может быть, вы слышали, создание птиц и фабрики. Вот, значит, не в Хальче, а в населенный пункт Новоселки, а ООО Хальч Ветковского района. И, естественно, это более 300 тысяч тонн в год птицы, и это более 350 новых рабочих мест, которые будут созданы, как, естественно, для жителей Ветковского, опять же, нашего Чернобыльского района. Это то, что тоже очень важно. И я вам хочу сказать, мало того, у нас еще и приходят и в эти районы, и в иностранные капиталы. Если говорить, допустим, вот у нас есть, сейчас тоже приближается экономический форум, то если говорить о вливании иностранного капитала, то у нас, допустим, берем, значит, это и Кипр, кипрский капитал в Реческом районе, это и польский капитал в Будокошелемском районе, это российский капитал в Ветковском районе в строительство агроусадьбы. Это все деньги, которые помогают развитию наших территорий. Это очень говорящая тенденция. Если не боятся иностранные бизнесмены, если у них уже нет какого-то предрассудка по отношению к нам, то у нас тем более его не должно быть тем паче. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия к 31 годовщине аварии на ЧАЭС запланированы в Гомельской области в этом году? Ну, прежде чем вообще сказать о мероприятиях, я хочу сказать, что все-таки очень важно для нас, для жителей, проживающих на этих территориях, то, что мы не забываем все-таки о том, что люди, многие очень люди и часть даже пожарников, которые погибли в 1986 году от радиации. И поэтому это очень важно, что вот я даже взяла с собой мероприятие, такие на лектории, тематические вечера, круглые столы, это понятное дело. Но вот я хочу, допустим, сказать, что концерт эстрадно-симфонического оркестра имени Василевского, Гомельской областной ферлороли в Лечицах будет проходить. Концерт Елены Гостиной в Музее истории города Гомеля будет проходить 28 и 26 числа. Концерт на нашей народной артистке Галины Павлинок в Добрыше будет проходить 21 часа. Спектакли определенные, митинги, реквиуми очень интересные, очень интересные, ежегодно проходят в Хойницком районе. Вечером вся молодежь Хойницкого района, мы сейчас видели эпатаж по Хойницкому району, они идут со свечами к памятнику скорби. Ну и, естественно, традиционные у нас конференции в наших институтах, научных институтах, Центр традиционной медицины и экологии человека, именно по чернобыльской тематике, в нашем институте радиологии и радиобиологии. Спасибо, Людмила Владимировна, за сегодняшний диалог. Заместитель начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Людмила Лесюк была сегодня нашей гостьей. Спасибо вам за внимание и до свидания. До свидания. Продолжение следует...